Аэробус 321 Утром 7 ноября украинские силовики со стороны временно оккупированного посёлка Пески открыли огонь из реактивных систем залпового огня «Град» по центру столицы ДНР. Прямым попаданием снаряда была разрушена несущая стена и балкон жилого частного дома по адресу улицы Соловьяненко, 96. Осколками посечены близлежащие строения. На данный момент известно, что в результате обстрела пострадавших нет. Сотрудники совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, а также представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела, чтобы приступить к фиксации нарушения режима прекращения огня. Также на месте работают наряда МЧС ДНР и представители командования Минобороны. Съёмочная группа телеканала Новороссия ТВ отправилась на место обстрела. Подробнее об очередном военном преступлении украинских силовиков смотрите в вечернем выпуске новостей. Фейерверк мог стать причиной крупного пожара в Тоттенхеме, одном из районов Лондона. По словам очевидца, вагонь разгорелся на крыше склада, затем охватил всё строение. На место происшествия приехали восемь пожарных расчётов. Пожарной службе Лондона рассказали, что возгорание произошло в здании склада. Местные жители сообщили, что над районом чрезвычайного происшествия летал вертолёт. На данный момент точная причина возгорания неизвестна. Однако очевидцы говорят, что, скорее всего, пожар возник в результате попадания на крышу здания «Искр» от фейерверков, которые жители Лондона традиционно запускают в так называемую «Ночь Кострова» или «Ночь Гая Фокса». Министерство иностранных дел ДНР осудило публикацию карикатур в журнале «Шарли Эбдо» на крушение российского аэробуса в Египте, призвало власти Франции дать произошедшему адекватную оценку. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что, когда сами журналисты издания стали жертвами теракта, им сочувствовал весь мир. «Министерство иностранных дел ДНР решительно осуждает любые проявления откровенного издевательства над памятью трагически погибших людей, независимо от их национальности и иных признаков. Мы призываем французские власти дать адекватную оценку подобным фактам, которые, по сути своей, могут быть приравнены к самым пещерным проявлениям ксенофобии – человеконенавистничества. Сложно даже представить, что должно твориться в умах людей, считающих высмеивание горя целого народа вполне нормальным и будничным делом. Особое недоумение вызывает тот факт, что совсем недавно именно сотрудники данного издания стали жертвами ужасающей трагедии – дерзкого и хладнокровного террористического акта», говорится в официальном заявлении МИД ДНР. Напоминаем, что накануне журнал «Шарли Эбдо» опубликовал две карикатуры, посвященные произошедшей самолетам «Аэробус-321» авиакомпании «КГЛМАвиа» на Синайском полуострове-катастрофе. На первом из рисунков изображены падающие на головы террориста исламского государства людские тела и обломки самолета. Подпись гласит, российская авиация усилила свои бомбардировки. На второй карикатуре нарисован череп, лежащий среди обломков и тел, который заявляет об опасности полетов на российских лоукостерах. Редактор субтитров А.Семкин